Всем привет! Пани за подобием! Витаемо у всех из Киева! У-у-у! Вы мой герой! Шериф творит сенсацию и теперь Шериф это настоящий бренд Приднестровья. Наша уже третья заграничная поездка в этой футбольной осенью. Там был Мадрид, Милан, сейчас Киев. Все гораздо проще. Мы выезжаем в Одесский аэропорт. Вот прямо сейчас выезжаем с работы, с ТСВ. И Шериф буквально три минуты назад вылетел с Кишиневского аэропорта. За три минуты уже успел долететь до Дубасад. Мы летим в Киев. Это авиакомпания, которая называется Пчелы, Рис. Новая бюджетная авиакомпания. Рейс Одессы. Одесса-Киев. Чему мы ведем, да? Пчелы, осы. Пчелы, осы, Шериф. Очень всего лично. Казалось бы, разные насекомые, да? Но тоже желто-черный. Да, мы надеемся, что это все к удаче. В этот раз никто в самолете не летел. Вот удивительно. Но, в принципе, это можно понять, потому что до Киева многие добираются на машине или на поезде. А мы к тому же прилетели накануне. Потому что мы хотим успеть еще и на тренировку, хотим успеть еще и на игру молодежной. Киев встретил холодом, снегом, дождем. В общем, все до кучи. Плюс еще, конечно, туман. Вот только-только-только закончился дождь. Тренировка Шерифа проходила под таким моросящим, противным дождем. И завтра на матче обещают, что погода будет еще хуже. Наши викинги не боятся и готовы к игре. Хотя я думаю, что многие наши викинги как раз сегодня первый раз в жизни увидели снег. Футболистов мы не смогли заснять. Потому что футболисты не курят. Не знаю, к сожалению или к счастью. На курилку выходят только массажисты. Из тренерского штаба. Администраторы команды. Самих футболистов нет. Отель Хилтон Киев. Это большой, 24-этажный. Когда мы насчитали небоскреб, здесь вчера поселился футбольный плюшевец. Мы вчера видели, как встречали здесь у Хилтона нашу команду местные болельщики. Украинцы, колумбийские украинцы, да? Колумба-украинцы, я не знаю, как назвать. Ребята, студенты из Колумбии, наверняка, которые рисовали плакаты. Колумбия, на испанском были надписи. Звали к себе Кастанеду, когда Кастанеда проходил в холл. Потом выкладывали все это в Инстаграме. То есть такая интернациональная поддержка у интернациональной команды получилась. Мы приехали сюда в надежде, что получится пообщаться с кем-то из игроков или тренеров. Мы все сейчас на карантине, находимся в отеле. И по правилам нельзя выходить в день игры. Мы написали Себастьяну Тилю. Хотели так, другими путями подойти и попросить его спуститься, поговорить с нами на интервью. Но он написал, что эта игра очень важная для него. Он пытается сконцентрироваться. Себастьян сказал, нет, только концентрировать на гейм. То есть я концентрируюсь только на сегодняшней игре. Мы добрались в стадион Олимпийский. Еще в масках, потому что все-таки существует некоторое ограничение. Стадиону почти 100 лет. Его несколько раз реконструировали. Что интересно, главная фишка этого стадиона, это, пожалуй, вот такая вот крыша. Но, нужно сказать, как бы, по идее, она должна защищать от дождя и солнца. Солнце и не пахнет, а вот от дождя, собственно, она не защищает. Стадион великолепный, если так можно сказать. На СК Олимпийский, во-первых, ему почти 100 лет. Через два года стадиону будет 100 лет. Его кучу раз перестраивали. На момент строительства, по-моему, в 1924 году он вмещал 14 тысяч зрителей. Потом его много-много раз перестраивали. Одна из перестроек пришлась на 1941 год. И матч открытый должен был состояться как раз 22 июня, в день, когда началась война. Этот матч отменили. Ну, после тех событий он принимал достаточно много больших матчей. Здесь был финал Евро-2012, который проходил в Польше и в Украине. Мы только что с пресс-конференции Вернедуба и Теля вернулись. Редко такое бывает, что на гостевую команду приходят журналисты, приходят, задают много вопросов. 22 минуты продолжалась пресс-конференция Юрия Вернедуба. Было очень много вопросов. Юрий Николаевич пообещал, что на поле выйдут сильнейшие. Это главный его девиз. Когда минусовая такая температура, то пальцы в бутцах буквально замерзают. И ты не чувствуешь мяча. То есть здесь нужна очень хорошая прям такая разминка, чтобы аж второе дыхание открылось. Шахтер в этом смысле гораздо повезло. Они свою открытую тренировку провели в полдень сегодня на окраине Киева, на тренировочной базе Святоша. То есть дождя точно ебал. Мы приехали, таксист нам сказал, что дождь начался буквально 2-3 часа назад до самолета. Но мы не можем без приключений. У нас даже когда мы за день до матча приезжаем на игру шрифа, у нас обязательно беготня и что-то не получается. Мы бегаем в Милане, потому что самолет задерживали. И мы буквально за полчаса до матча только попали на Сансиро. Мы бегали в Мадриде без сна двое суток. И мы бегали сегодня в Киеве. Потому что в Киеве сейчас как раз это время пробок. И такси просто не дождешься. Себастьян Тиль сказал, что они профессионалы. Дождя, снега не боятся. У нас есть время заехать только на главную площадь. Это площадь независимости. Или все вы ее знаете как Майданной залежности. Связана она теперь не с самыми хорошими событиями в истории этой страны. Но время сегодня только на это. Здесь рядом Крещатик. Самая известная улица. Это как Арбат в Москве. Ну и самоплощадь. Сейчас здесь сделать на самом деле нечего. Федерация хоккея Украины. И фаншоп шахтера. Первое, что встречают у входа в официальный фаншоп шахтера, это актуальная атрибутика, да? Розы, шарфы. Специально к северную ночь. У фаншопа шахтера, где, если мне сейчас нужен будет, есть фишка. Они же горняки. Поэтому и атрибут соответствующий. Давай. Кротко, как из мультика в моем детстве был мультик. Чешки, помню, да? Помню, конечно. Помнишь, в моем детстве был мультик? Помню. А можно интересно помнить, что я все делаю? Сверху шапки. Надеюсь, меня сейчас за это не выгонят. Все, долго нельзя, потому что еще зарядить на удачу можно, а не только маму. Данила, приехал из другой области. Черневской области. Черневской области. Шапки, валенки есть? Валенок нет. Валенок нет. Скажи, фото, наверное. Спасибо вам, Данила, за такую погоду. Потому что мы ожидали более теплого приема. Ну, уже зима. Ух ты, какого мы оторвались сейчас, боличка. Ну и как вам сегодняшний матч будет? Как думаете? Надеюсь, будет удачный результат для нас. Ну, уже, конечно, результат не удачный. Четвертое место занято. Ну, извините, ну, ничего, пусть футболисты отдохнут. Людей нет, видите, никакая шахтерка мощно выступает, что никто не пришел. Смотрите, осталось два часа на реал, на реал. Это уже просто все, что у людей просто все забито было. На реал, на интер. Может, из-за плохой погоды. Ну, и из-за плохой игры. Мы нашли уникальный экземпляр. Это Анастасия из Тирасполя, которая... Добрый вечер. Которая живет где? В Одессе, да? В Одессе. Так, расскажи, Настя, а за кого ты сегодня болеешь? Такая высокая. За шериф, естественно. Указ сегодня очередей мы не видели. Прогнозируют что-то около 7 тысяч болельщиков. Но для такого большого стадиона, 70-ти пичного, это совсем ничего. Шериф, чемпион. После всех успехов шерифа, интерес к Приднестровью, к Тирасполю, к футбольному клубу «Шериф» был невероятный. Мы наблюдали за статистикой запросов в гугле, когда шериф вышел в Лигу чемпионов. Это был просто невероятный скачок интереса к Приднестровью. У шерифа теперь много фанатов на всех континентах. Как часто критикуют Шахтер за его трансферную политику, часто называют бразильской сборной, сборной Бразилии в Украине и так далее. Вот тут удивляют, что Шахтер сразу 7 игроков украинских. Среди них всего один натурализованный Марвас, но все равно 7 футболистов с украинским паспортом сейчас составят. Мы посмотрели, что было на матче в Тирасполе, в первом матче группы Лиги чемпионов, когда Шериф 2-0 выиграл. Так там у Шахтера в составе было только двое украинцев. На пресс-конференции Дезерби сказал, что выпустит молодежный состав и свое слово держит. Сколько? Четыре или пять человек? Четырех. Четыре футболиста 99-го года. Мне вот интересно, это что, неуважение к Шерифу? Может, захотели удивить Шахтера? Здесь нужно бороться не только за место в группе, где уже все решено, а за коэффициенты. Как минимум за призовые, а то и факт. Любая победа, любая нещая, она учитывается. Кстати, излюбленную, так, типа Юрия Лидова мы пока не увидели, а? Вот этих знаменитых острых контратак пока нет. Ну, на самом деле, он сегодня, как обычно, активничает Убровки. Был момент даже, когда снял шапку с горяча, а, видимо, какой-то из футболистов где-то не доработал. Что, друзья, 1-0. Горим. По-моему, это был самый обидный гол, все, которые Шериф этот званик отпустил. Там какой-то самгур, что-то произошел, и то ли викашет, то ли что-то такое. Непонятно, то ли мотивации нет, возможно, погода как-то влияет, хотя вроде дождя нет. Я думаю, в раздевалке будет серьезный разговор, вернее, любая компания, потому что... Ему очень нравится, что происходит. Он бегает по Брёвке, кидает шапку. Я-я-я. И это еще до забитого мяча. Смотрите, в Нилане, у меня был мандаж на время игры, перед матчем. Я чувствовал, что было там сильной командой. Штанга сейчас спасла ворота Шерифа. Перекладина. Не знаем, что сказал Юрий Николаевич в раздевалке, но уже несколько атак в начале... Ай, не хватило. В начале второго тайма провели. Пытаются, знаешь, менять тактику. Начинаются дальние забросы, дальние удары. Но это же не игра Шерифа этого разлива, этого сезона. Ну что, разговаривали с украинскими журналистами, и вот этого молодого мудрика и с украинского шахтера просят какой-то грант в европейском. Посмотрим через парню. Парню 19 лет. А он уже мудрый, не по годам. Тиль, давай. Столько раз получалось, и сейчас должно получиться. И трогательные моменты. Юрий Николаевич обнимает каждого футболиста. Вот он. Шериф отлично хлопнул дверью в этой Лиге Чемпионов. На последней минуте Лиги Чемпионов сравняли счет. Шериф с Шактер 1-1. Шактер так и не смог обыграть наших ребят в этом году. Ничья. Закончился матч. Мы сразу по заголовку пролистали. Спортсру, все поздравляют Шериф. Говорят, вы молодцы, вы заняли, вы добились 7 очков в сложнейшей группе. Журналисты задавали вполне очевидные вопросы. Зачем вы, ведя 1-0 и контролируя игру, меняете на 80-й минуте вратаря? Меняете пятого. У него не было ни травмы, ничего. Он просто выпустил 29-летнего Шевченко, как нам объяснили украинские журналисты, который последний раз на поле выходил полтора года назад. То есть на футбольном языке поменять вратаря – это неуважение к сопернику. А Додзерби выпустил на этот матч. Шахтер вышел, по-моему, с пятью. Мы считали молодыми футболистами тоже как бы полурезервный состав. Ну, поплатился. То, что Шериф принес эту сказку Лиги Чемпионскую в Тирасполь, то, что Шериф привез в Тирасполь Лиал, привез в Тирасполь Интер, привез в Тирасполь Шахтер, привез в конце концов и Лигу Чемпионов, то, что билеты раскопались за 30 минут невероятно интерес к Приднестровью со стороны болельщиков и журналистов со всего мира, вот это останется. Спасибо за работу и спасибо за то, что привезли эту сказку в Тирасполь. Ну, она ведь не заканчивается. 13 декабря мы все ждем жеребьев и узнаем, на кого попал Шериф в 1.16. Еще раз повторимся, Шериф эффектно хлопнул дверью, забил гол на последней минуте Лиги Чемпионов. Мы ждем продолжения сказки этой весной. Здесь заканчивается Лига Чемпионов. Позади нас автобус Шерифа. Сейчас он отправляется в аэропорт и домой. Ну, и домой в Тирасполь, да? Все на эмоции, да, мы прям не будем показывать там. Юрий Венедук не накурил, накурил сигареты. Да, мы знаем, что есть у него и таблетная привычка. В интервью Нобеля Рустамяна говорил, что не может от нее отказаться, да. Пока все остальные конечки заходят в автобус. Ну, давайте о песухе немножко поговорим. Юрий Венедук не от слов таких не отказывался. Он называл первый тайм антифутболом. Антифутболом, портографией, чем только не называл. Я спросила, что вы сказали футболистам в раздевалке, что они вышли и показали достойный второй тайм. Но что он сказал, это непереводимо, это рабочий разговор. И хорошо, что многие футболисты не понимают русский язык. Юрий Николаевич, а можно с вами сделать не селфи, а видео? Вы мой герой. Юрий Николаевич, спасибо вам большое за то, что подарили нам эту сказку. Вам спасибо, что вы болеете и ездите за нами. Класс, спасибо. Можно вас обнять? Я самая счастливая, спасибо. Сейчас пойдем обратно на стадион, уже в полном раке, на котором уже никого нет. И запишем последнее Лига Чемпионовское включение для Терраса Левак-Магарёв. А для нас Лига Чемпионов Гимн включат? Только что на этом газоне была Лига Чемпионов, а сейчас прогуливаюсь я. Стадион пустой, никого нет. Все, олимпийский, прощаемся. На этом Лига Чемпионов, пока. Редактор субтитров А.Семкин